Следующая остановка – горная поляна. Осторожно, двери закрываются. Бочарова вот выложили, как он в совещании был. Тут вот видно, вот это вот белое, да? Это оно пробило, наверное. Я вот это вот откручивал, и оно падало, и вот это вот пробило на 2 сантиметра. Клей плохой, да? Вот оно поднялось сюда, вот оно вот здесь вот было. – Да, я понял. – Так что аккуратнее надо, он тяжелый, и отбивается вот вниз. – Да. – Может вообще вылететь, да? – Да. – Наверное. Вот оно вот так вот было. – Да, возможно. – Это клей, по-моему. – Да. – Вот. – Метал. – Нет, вот белое. – Ну да, оно слезло. – Миллиметра три-два слезло. – Так что уже попутся. – Хотя я его там брал раз семь всего. – Теперь надо очень аккуратно обращаться с такими вещами. – Китайская вещь. – Все равно Китай связал с цветами. – Вроде так, надо посмотрим. – Да, конечно. – Китай будет делать то, что я ему скажу. – Горная поляна. – Там же не разрабатывается новый чип. – Да. – Там новый ничего не придумывается. – Так они даже наши печатают чипы только. – У нас разработаны. – Они как принтер, они просто… – Ну, то им дают технологию, а делать так не делают. – То есть они сами, особенно очень, поэтому они отсылают учиться в Штаты своих этих молодых людей с обязательным условием. – Следующая остановка – ДФК. – Он оттуда вернется. – Осторожно. Двери закрываются. – Родители, родственники, там, в Италии. Если что, их там все штрафы, или что, или заселение. Ну, короче, жопы не просто. – Китай это контролирует. – Ну, вот они американские чипы и российский Эльбрус печатают у себя там. – Инвидия, АМД. – Вся эта самая трудовая контора, которая создает новую матрицу. – ТСМС? – Она, я не знаю точно, но в соседовом компьютерщике он рассказывал, она находится, где-то, в Голландии. Короче… – Она делает оборудование для литографии вот этих чипов. – Да. – В Амстердаме где-то там. – Да. И используется объектив Эльцейсовский Эльцейс. Только с помощью этого объектива возможно, чтобы в матрице, где-то, в лазере получился, чтобы разбиться на таком маленьком разрешении, чтобы висок разобрать. – У меня, кстати, у Сони, у этого, у Ультразума Цейс объектив, Карл Цейс. – Да, я тоже смотрел про камеру, но пишу, попробую, даже вот так того, как вы получили. – Ну, я ее вообще за 7000 купил, она 30 тысяч стоила. – А как разрешает? – Ну, Full HD она видео снимает. А так 20 мегапикселей фотографии делает. Это мыльница. У нее матрица слабенькая, а объектив пятидесятикратного увеличения, Карл Цейс. – Там, потому что она старая, 13-го года, она Full HD только снимает. Если бы она поновее была, она бы 4К снимала. – Да я вот хотел купить за 32 тысячи вот камеру в Альдорадо с 4К видеосъемкой, там 60-кратный зум, даже больше, чем у этой суммы. – Ну, она 39 стала стоить 3 дня назад, а потом вообще пропала. Ну, сейчас где-то в онлайн-трейде продается за 44. Это на 12 тысяч подорожало. С 32 до 44. Панасоник ПЗ-82 называется. Мыльница тоже. ПЗ-82. Ей уже где-то 4 года. Четыре года назад она появилась, эта камера. Ну, у нее 4К тоже такое слабенькое, из-за матрицы, из-за маленькой. Любительское 4К такое, не очень. Хорошая 4К, только без зеркалок с АПФС-матрицей. Это вот 24 миллиметра на 16. Это тоже, которые я желаю. Мы советуем, что… – Сони, да? – Нет, смотреть на размер матрицы. Именно размер матрицы, она скоростного полагающая. – Да. Объективно можно и съемный, можно поменять. – Так если съемный объектив, там будет по-любому матрицы хорошая. Это вот Панасоник, он с интегрированным объективом. Там не съемный объектив. – Со съемным? – Со съемным, да. – И не с зеркалкой, а без зеркалки. – Да. – Там зеркало – это лишнее от АВИС. – Чтоб пленка…